В этом видео я рассказываю о том, как мне удалось остановить рецессию десен и даже частично обратить ее вспять. Это мой личный опыт. Не соседей, знакомых-знакомых, не история, которую я где-то прочитала или услышала, а мой личный опыт. Итак, начну с главного. Что я делала, чтобы десны перестали опускаться? Первое. Я стала делать себе массаж десен. Каждый раз, когда я чищу зубы, то есть 2 раза в день, я отрачу дополнительно 1 минуту на то, чтобы щеткой и чистым пальцем аккуратно массажировать десны. Сверху и снизу. Массаж я делаю круговыми движениями и таким же образом чищу зубы. Не рывками туда-сюда, а круговыми движениями. И чищу щеткой саму десну, где она прикрепляется к зубам, тоже круговыми движениями. И потом массажирую. Это важно. Так я усиливаю кровоток. Так я делаю десну более мясистой, плотной, сильной и не травмирую ее при этом. Десны более подвержены опусканию, когда они тонкие, слабые, бледные или если они наоборот воспаленные, красные. Вот потому и нужно чистить хорошо и зубы, и десна. Но это нужно делать аккуратно. Повторю, круговыми движениями, не травмирующими движениями. И с этой же целью мы делаем массаж, чтобы десны укреплять, чтобы кровоток усиливать. Второе, что я добавила, это ксилит. Добавила, потому что я уже много чего пробовала. У меня эта проблема давно нарисовалась. Во время первой беременности, когда десны стали очень чувствительными. То есть это почти 10 лет назад все началось. И уже заметно все опустилось. И зубы в районе десны, с одной стороны, стали очень чувствительными и даже разрушаться начали. Так что я успела уже много чего перепробовать. Второе, что я сделала после массажа, так это я добавила использование ксилита. Я купила в интернете березовый ксилит. Он очень похож на сахар и по вкусу, и внешне. Есть много исследований, указывающих, что он устраняет плохие опасные бактерии во рту и даже в крови, попадая туда из пищи. Меня не интересует, насколько эти исследования правдивы или нет. Меня интересует, что в моем случае ксилит действительно работает. Я применяю его в трех видах, чтобы уж наверняка. Я растворяю его в теплой воде, полоскаю им рот после еды и остатки выпиваю. Нужно где-то пол чайной ложки на 50 мл воды. Я на глаз это всегда делаю. Я сладкое не люблю, поэтому делаю не сильно много ксилита, потому что он сладкий. Еще у меня зубная паста на ксилите. Там его повышенное содержание и больше нет никаких подсластителей. Это паста для детей и для людей с чувствительными деснами. У нее очень хорошие отзывы, и вот она мне тоже очень понравилась. И еще я иногда жую ксилитовую жвачку, если я где-то в дороге, и нет возможности сделать жидкость для полоскания рта после еды. Вот жвачка тоже с хорошим составом, очень простым и коротким. Такую, кстати, нормальные стоматологи тоже советуют. Такие стоматологи есть, только их мало и поискать надо. Использование ксилита – это где-то минута активного времени. И еще третье мое действие состоит в том, что я стала сильно меньше пользоваться зубной нитью. Я ее теперь использую только в крайнем случае. Раньше я часто ей пользовалась, и вот у меня от нее сильно стали болеть десны. Хотя ее так часто советуют стоматологи, но мне этот способ зубной гигиены не подходит. И вроде я уж очень аккуратно делала зубную нить, но все равно она очень травмирует ротовую полость. Вместо нее я стала делать полоскания ксилитом, и межзубные щеточки стала использовать. Ксилит, как выяснилось, имеет также свойство очищать зубы от налета. То есть как бы вы его не употребляли, он уменьшает налет. Он не только вредоносные бактерии убивает, но и уже образовавшийся налет он тоже удаляет. Вот так. А межзубные щеточки нужно правильно в размере подобрать, и тогда они тоже хорошо помогают убирать кусочки пищи, которые иногда застревают. Вот такие три простые действия. Они занимают в общей сложности минутки 4, наверное, вашего времени каждый день. И вот они мне очень помогли. Вот я так стала делать, и уже даже через 10 дней десны стали более мясистыми, более крепкими, и даже стали возвращаться на место. И что меня удивило больше всего, так это то, что даже зубная эмаль и утерянная зубная ткань рядом с десной тоже стала восстанавливаться. Этого я вообще никак не ожидала. Стомодологи в основной своей массе говорят, что это невозможно. Я могу только руками развести. Единственное, признаю, что это очень медленный процесс. Я рада тому, что он происходит, потому что, как я уже сказала, я этого не ожидала. Меня устроило вполне даже то, что опускание десне остановилось. А потом, как оказалось, она ещё и подниматься обратно начала. И даже восстановление зубов пошло, что вообще просто удивительно. Почему десны опускаются? Почему снашиваются зубы у десен, когда десны опускаются? Ну вот второй вопрос более понятен, ответ на него более ясен. Если нет защиты десны, то зубы начинают снашиваться. Они не такие толстые в этом месте, где они соприкасаются с десной. Слои эмали там не такой толстые. Вот они быстрее снашиваются. Если десна опускается. А почему происходит, собственно, опускание десен? Тут стоматологи много что говорят. Но вот я в своём случае, как поняла, причиной стали гормональные изменения во время беременности первой. Я даже была вынуждена зубную пасту поменять, потому что у меня просто во рту кожа начала облазить во время беременности. От зубной пасты. Такая вот стала родовая полосочувствительная. Десны очень сильно кровоточили. В общем, какой-то ужас-ужас вообще был. Вот. И я всё поменяла во время первой беременности. Вообще стала другие щётки использовать, другую зубную пасту. Я вообще слышала, что у женщин десны более подвержены рецессии из-за беременности. Слюна меняет состав, гормоны меняются. Слюна более кислая становится. Вот. И от этого страдают и зубы, и десны. Кстати, чтобы ещё как-то помочь дёснам, зубам и слюне, я стала меньше раз в день кушать. Я теперь никогда вообще не перекусываю, чтобы у меня и зубы, и десны, и состав слюны успевали восстанавливаться. Чтобы они не были постоянно заняты пережёвыванием и смачиванием еды, чтобы слюна могла вернуться к оптимальному своему состоянию. Вот я помню, что в первую беременность я ела часто, но понемножку. Думаю, что это тоже могло ухудшить моё состояние, состояние моей ротовой полости. А ведь многие именно так и советуют делать. Кушать часто, но понемногу. Но вот для зубов и для ротовой полости это очень вредно. В общем, вот такой у меня опыт. Надеюсь, эта информация кому-то будет полезна. Благодарю за внимание. Продолжение следует...